Есть люди в зале, которые боятся выступать публично. Поднимите руку. Волнуются хотя бы немного, выступая публично. Вау! Вам этот курс не нужен, вам нужны курсы какие-то другие. Вам нужен психотерапевт, лишающий вас страха. Знаете, что меня поражает больше всего? Серьезно, я вот этим возмущен, не просто поражен. Поймите, чем... О, кстати, правило двух букв Т. Две буквы Т. Знаете, что такое? ТТ. Это не ауди ТТ. Это телефоны и туалеты. Телефоны все выключаем? Выключайте их. Я сейчас делаю то же самое. Либо тихий режим. А туалеты находятся у нас прямо по коридору здесь, налево там. Видели их? Так вот. Чему я обучаю лидер-спикер-клубы, это не как побрать волнение. Вот есть разные стадии роста человека как оратора. И первая стадия – это избавиться от страха, потому что он вам мешает себя выражать. Не получилось, да? Трудная была задача, да? Так, где моя вода? Так вот. Сам по себе страх. То есть многие думают, что если я избавлюсь от страха выступлений, я буду прекрасно выступать. Стоп. Сегодня кто-то из вас был в магазине. Поднимите руку, кто был в магазине сегодня. Я был в магазине, всем воду покупал. Вы общались с кассиром в магазине. Вы сильно волновались? Не волновались. Правда? Не было страшно ее, она, видимо, вас не боялась. Это была интересная беседа? Беседа не получилась. Так вот, что вы многие думаете, что если у вас не будет страха, вы будете прекрасно выступать. Ответ правильный – нет. Нет и совершенно нет. Чтобы было интересно, выступает уже по правилам. И страх – это просто помогает вам этих правил придерживаться. Давайте сейчас обсудим самые главные вещи, которые делают ваше выступление просто липким к сознанию вашей аудитории. Я напишу здесь аббревиатуру, которая поможет вам правильно выступать. У каждого оратора должен быть свой КПД. Давайте мы их обсудим. Буква К, мы к ней вернемся позже. Как вы думаете, что такое П? Что должен делать человек, выходящий сюда всегда? И, кстати, многие из вас волнуются, выступая публично, потому что вы этого не делаете. Только у вас будет буква П покрыта – все. Волнение отступает сразу же. Опять-таки, смотрите. Сейчас я зашел в эту аудиторию. Вы здесь сидели до меня. Я захожу. Ваше наблюдение. Мой уровень страха перед аудиторией. Я же тоже человек. Я вчера ложился спать. Сегодня будет 70 человек, будет полный зал, будет больше людей. Все будут меня оценивать. Я же не знаю. Фактически большую часть этой аудитории. Насколько сильно я волновался? Ваше мнение. Я не спал всю ночь, ворочался там, да? Просыпался, писал чего-то, нервничал, таблетки пил. И сейчас такой на таблетках пришел позитивный. Отъелся таблеток, да? Ответ правильный будет – нет. И ваш смех это доказывает. Почему? Потому что я знаю, что такое буква П. Что это? Постоянство. Постоянство. Практика. Было. Вот они, правильно. Польза. Если вы несете пользу, аудитория ее принимает. Смотрите. Представьте, каждый из вас должен мне… Нет, я прихожу к вам, и я должен вам деньги. По 100 долларов каждому. У меня полный карман, купюр. Вам сотня. Вам сотня. Вам сотня. Я пришел с деньгами. Я их отдаю. Я волнуюсь? Нет. У меня есть, что вам отдать. Аудитория ожидает от спикера чего-то всегда. Вы приходите в ожидание. Зачем пришли? Зачем? За полезностью. За какой-то пользой. Не все знают, зачем конкретно. Но пользу знают, что извлекут. Кто видел мои видео в интернете? Поднимите руку. Весь зал видел мои видео. К чему мы привыкли? К пользе. Каждое видео начинается от пользы. Что такое польза? Польза – это то, что можно использовать тут же. Представьте. Сегодня вы узнаете 1800 советов, как правильно выступать публично. Сколько? 1800? Как это можно использовать? Это невозможно. Польза – это коротко и просто. Нате и делайте. Поэтому буква «П» – это польза. И другая ситуация. Я прихожу к вам. Я дужу вам деньги. А денег у меня нет. Вы это не ожидаете, правда? Сейчас вы ожидаете. Я это чувствую. Вы меня смотрите. Сейчас что-то будет там. Прихожу. Нет денег. Как я себя чувствую? Виноват. Денег не нарастил. Не получилось. Так вот, выходя сюда, отдавать пользу и имея ее, вы выступаете без какой-либо степени волнения. Заготовьте пользу перед вашим выступлением, и волнение пропадет. Это будет непросто. Вам нужно будет время подготовиться. Время преодолеть ваши страхи, которые находятся на под создательном уровне. Но польза решает очень многое. Идем дальше. Буква «Д». Это что такое? Польза принес пользу. Как еще нужно выступать? Буква «Д». Версии. Мой спикер-клуб, который сейчас здесь сидит, это первые двори, да, у нас, тоже, судя по всему, не знают. Потому что я ехал сейчас в машине, и эти вещи я придумал, когда я ехал сейчас к вам в машине. Динамично. Кстати, чтобы вы знали, у каждого хорошего спикера должны быть три пункта, каким ты должен быть на своих видео или выступлениях. У меня такие тоже есть. То есть, если я начинаю записывать мое видео, я выступаю перед большой аудиторией, я себя проверяю, я сейчас один, два, три, либо нет. И только они у меня есть, у меня получается обалденный выступление. Вау, это было то. Если одного из них не будет, это будет не то выступление. Эти три пункта у меня. Первое – это лаконичность. Я не повторяюсь. Я сказал идею, я пошел к следующей. Поэтому и видео ценно. Я уважаю время моей аудитории. Я его не трачу. Самый ценный – ваш ресурс. Второе – это энергичность. Я реально заряжен. Вы чувствуете, как драйв. Один из моих клиентов спросил меня, Саш, а ты ешь амфетамили? Чего? Таблетки такие. Ты поэтому такой закрученный. Нет, я просто все время такой. И третье – это некоторая игривость. Я много шучу в реме их выступлений. Если все эти вещи три соблюдаются, у меня получается обалденное выступление гарантированно. Лаконичность, энергичность и игривость. Если все они есть, получается очень сильное выступление. Но это не буква «Д». Буква «Д». Ну давайте, ваша версия еще. Что такое «Д»? Доступность. Доступность. Мы уже ближе к теме. Если нет доступности, аудитория не понимает вашу информацию, верно? Раз вас не понимает, то зачем вы сюда вышли? Вы не можете вещать. Еще версии. Один из спикер-клубов дня два назад мы выступали в ЛОВ 905 года. И в этот день я по воскресеньям хожу в баню. Я тогда не выспался. Баня начинается в 9 часов утра. Для этого я просыпаюсь в 7 часов утра. Я не выспался. Я прихожу, я чувствую, что моя аудитория, люди, которые себя слушают, не получают пользы от оратора. Помните, как я вскипел тогда? Пользы хочу больше. Здесь не было пользы. С того не всего я прерываю все занятия, и меня разносит полностью. Давай мне больше пользы. Ты ничему меня не научил. И у нас люди занимаются вполне авторитетно. Буква «Д». Это я про добро и говорю. Добра там не было. Но это было одно из самых лучших моих выступлений. Люди потом это признали. Как ни странно, я выхожу на сцену. Я ругаю людей за недонесение пользы. Я закончил, и эти люди мне хлопают. Сейчас я больше не улыбаюсь. Я больше не шучу. Я чувствую больше вашего внимания сейчас, чем его было в начале выступления, когда я шутил. Добра сейчас к вам не идет. Вы сейчас это не ощущаете. Польза идет, и вы мне благодарны. Это не добро. Буква «Д» – это не добро. Дальше. Здравствуйте. Дисциплина в чем? Вступление, содержание, концовка. Я закончил. Спасибо за внимание. Здрасте, я сел. Ребята, занимайте все места, потому что здесь мест может всем не хватить. Располагайтесь. Кто участник спикер-клуба, проходите на первые наши ряды. Дисциплина не прошла. Знаете, что самое главное? Я всегда это говорю. Ваша задача как спикера – не просто впечатлить аудиторию. Вы должны создавать первый компонент, который гарантирует все остальное. Вы должны создавать доверие. Если доверие вы не формируете, вы просто балабол. Вы можете развлекать аудиторию, они будут смеяться. Мы всегда продаем. Это не печально. Это факт жизни, и он настоящий. Мы всегда продаем идею, товар, услугу, себя. Мы продаем всегда. Как ты можешь продать чего-то, когда буквы «Д» у тебя нет? Нет доверия. Люди – это как здание. Окна или открываются кому-то? Я принимаю человека. Нет доверия. Окна и двери закрыты. Как хочешь, говори. Я тебя не слышу. Мои окна закрыты. У меня своя музыка. Я в своих мыслях. Я тебе не доверяю. Поэтому я тебя не слышу. Смешно. Я улыбаюсь. Я притворяюсь, будто бы я с тобой. Я тебе не доверяю. Я оставляю тебя снаружи. Итак, буква «П» – это была. Нужно нести. Пользу. Уяснили то, что польза снимает волнение? С пользой вы ходите с карманом полных денег. Прекрасная метафора. Я сейчас вам ее раздам. Я знаю, что вам нужно. Польза. Все. Вам не с чем волноваться. Это нужно аудитории. Пользу несите. Многие думают, что я выступать муличесно не умею. Но учите меня. А где твое сообщение? Где твоя тема? Темы нет, я хочу выступать. Ты не можешь. Все эти трюки – как повести рукой, куда посмотреть, голова как радар, все это – полная клоунада, когда пользы нет. Это в чистом виде клоунада из XIX века пришедшая для полных лохов, не побоюсь того слова. Приходит аудитория. Он так прекрасно стоял. Он был такой уверенный. При чем здесь уверенный? Что ты запомнил? Ничего. Вот эти вещи проходят, ребят. Сейчас главная польза. Я расскажу вам историю, когда я строил мой дом. Я смотрел одно видео. Видео называлось «Полы по грунту». То есть кто строил дом, знает, что может быть два типа полов первого этажа. Первый этаж может быть на плитах. Либо просто вместо плит заливается бетон прямо на землю, на которой построен фундамент. Получается, экономят 300-400 тысяч за отказ от технологии плит. Просто заливается бетон и все. Было в интернете 2 или 3 видео толковых по теме «Полы по грунту». Это видео было записано кашляющим каким-то спикером. Мне было слышно, все шипело. Оно длилось 30 минут. Я его до конца дослушал. Вот так слушал. Что он там сказал? Перематывал и слушал еще раз. Почему? Там была польза. Важнейшая вещь. Несете пользу – слушают вас. Еще одна вещь. Мы теряем уверенность в себе и начинаем бояться, когда получаем негативные эмоции из зала. Вот сейчас я чувствую, что я даю вам пользу. Это важная вещь. Я вижу, чувствую ваше внимание. Это меня питает. И ответ на вопрос меня часто спрашивают. Как я себя чувствую после выступления? У тебя же тяжело работать. Много выступаешь. Столько людей собирается. Как ощущение? Меня просто прет. А почему? Это же тяжело. Нет, нет. Я же много даю. То, что я даю, возвращается из каждого из вас. И я это чувствую. Поэтому польза – это не просто то, что правило такое есть. Вам будет так легче. Это единственный способ добиться удовольствия. И удовольствие нужно уметь взять, а не просто получить. Взять его насильно от аудитории. Это отдать людям пользу. Поэтому выступления подготавливаются. Все по этому. Но без пользы выходить сюда, просто с навыками оратора, это какими, извините меня? Руками водить? Дышать глубже? Перестаньте. И буква «Д» – это создание чего? Доверия. Теперь мы сейчас задумались. А в чем мы букву «К» пропустили? А здесь-то чего было? Ребята, ну пользу сказали. Доверие сказали. А «К»-то зачем? Здесь чего? Ваша версия. КПД оратора очень важно. Клиент. Клиентоориентированность. Все для вас. Что вам еще рассказать сейчас? На колени встать перед вами. Как вам больше понравится? Как что? Контент хороший, интересный. Ну да, контент. Поймите, что это глобальные пункты. Польза, доверие. Контент. Он в пользу ходит. Контент входит в пользу. Все туда. Еще. Клиент. Компания. Конкретика. Сестра таланта. Там еще талант нужно рисовать. Зарезать букву «Т» маленькую. Здесь «К», «Т». И продолжаем дальше. Ушли вниз по ступенькам. Знаете, что, когда я придумал эту аббревиатуру, сегодня же подчеркнул, я сначала придумал букву «П» и «Д». Я знаю, что польза и доверие – это важнейшая вещь. У меня не было ответа, что такое буква «К». Ну как вот пришлось здесь? Вот «К», «ПД». Куда эту «К» приставить? Придумал я еще. Ехал в машине, я репетировал эту речь. А при том, когда сегодня бегал по моему поселку. И я бегу, когда я бегаю, всегда бегаю в наушниках, слушаю мои аудиокниги. И у меня рождается такая мысль. Буква «К», ребят, это количество людей, которым вы доносите эту пользу и доверие формируете. Брайан Трейси говорит. Ваш доход исчисляется количеством людей, которые знают вас с хорошей стороны, как профессионалов. Чем больше людей вас знает, тем больше пользы вы можете принести, тем больше вам доверят. Эту же самую тему я использую в другой моей речи, без «КПД», а в другом контексте. Если аудитория меньше ста человек, то я вам говорю следующее. Смотрите, у нас меньше ста человек, видео меньше. Чтобы выступать публично, какать в штаны не надо. Нужно выходить много, записывать свои видео, нужно быть публичной фигурой. Что делают многие? Мы нас научили выступать. Я хочу приемом, я хочу овладеть. А публичным я быть не могу. Ну как же, я ж, там же мое лицо будет. А мне мой голос не нравится. Да мне вообще в себе все не нравится. Много чего мне в себе не нравится. Но я выхожу и выступаю постоянно. Потому что буква «К» говорит количество, как бы вам ни показалось. Это количество людей, перед которыми вы регулярно выступаете. Есть понятие в интернет-рекламе, трафик. Чем больше трафика через ваш сайт проходит, тем больше конверсии возможно. Какой может быть бизнес без трафика? Это количество, это сколько людей вы собрали, где вы выступили, сколько людей вы заинтересовали, сколько людей вы пользу привезли и доверие сформировали. Поэтому публичное выступление. Шифруйте сейчас себя. Пускай будет упрощенная система. Да, она упрощенная, но она рабочая. КПД – количество людей, перед которыми вы выступаете. Буква «П» – польза, которую вы несете. И «Д» – доверие, которое вы сформировали. Потому что без буквы «Д» информация не проглотится. Да, он говорил. Принцип было полезно, возможно, я использую. Есть разница. Возможно и точно сделаю. На тренинге «Взлетная полоса», который будет ровно через неделю, кстати, я обучаю одному принципу. Я вскользь его прохожу, могу здесь опомянуть его. Принцип называется… Вот так вот. Жру. Видали таких толстяков? Знаете, по-английски говорят там «фэт кэт»? Такой большой, мощный бизнесмен. Зажрался, у него телохранитель. Совсем такое все. Так вот, чтобы много быть толстым финансово, толстым в отношениях, толстым в плане гармонии с собой, толстым, у тебя все будет достаточно. Нужно много жрать. Буква «Жру» означает «Ж» – это желание. Второе – это решение. И три – это упорство. Чтобы научиться любому навыку, это рецепт. Жру. Нужно больше «Жру», «Жру», «Жу», пока от меня осталось. Желание, решение и упорство. И вот вам такой тест, который я проделал. У меня стоило трех дней работы, но я его проделал. Спикерлуп существует уже, кажется, пять лет, или даже больше того. За это время пришлось через разные двери. Мы меняем аудиторию постоянно. Тысячи людей без преувеличения. Именно тысячи. Так вот, я просматривал видео первого выступления каждого нашего участника. На первом выступлении человек говорит, как его зовут, что он здесь делает и зачем пришел сюда. Мне было интереснее всего, зачем пришел. Я смотрю с одним смыслом. Зачем пришел? Один говорит, я пришел, потому что мне было интересно, чем вы здесь все занимаетесь. Интересно. Многим интересно, многие здесь пришли. Слушай других. Я пришел, потому что у меня было желание научиться выступать публично. Желание похвально. Все желание – это хорошо. И как вы думаете, вот пропорция этих людей, этому было интересно, вот это было желание, чего они достигли? Я знаю достижения каждого. Кто где выступает, какие тренинги ведет, как поднял свою компанию, как вырос по карьерной ресницы. Те, которые... Которым было интересно. Скольки из них стали хорошо выступать публично? Версия? Да, это было. Вы знаете, я всматривался, я позитивный человек. Я искал, ну может быть, у этого получилось. Не получилось. Эти все любопытствующие, они приходили и уходили. И даже не оставались больше, чем 2-3 занятия. Кстати, даже в этом спикер-клубе из-за трудности программы, мне кажется, нас до этого занятия дожило из 12 человек. Сколько у нас человек сейчас? Девять. Девять. Трое просто не выдержали. Одна у нас полечка сейчас заболела. Опять-таки, может быть, она заболела, потому что было серьезное эмоциональное напряжение. Это серьезный тренинг, серьезный курс. Потом были другие люди. Они сказали, я хочу, у меня было желание научиться выступать публично. Сколько из желающих стали выступать? Процентов 20. И была третья карьегория людей. Их было очень мало. Их было всего процентов 10, пожалуй. Каждый лишь десятый был. Он сказал так. Причем часто говорил, запинаясь и заикаясь, и едва просто сдерживая себя от страха перед аудиторией. Он говорил, я пришел сюда, потому что я решил научиться выступать публично. Решение означает, что оно не отзывается при первой трудности. Он решил. Так вот, я знаю, что многие из вас, вам было полезно учиться выступать. Вам было полезно определить ваши какие-то страхи, какие-то комплексы, еще многие вещи. Публичные выступления, это обучение общению под давлением. Можешь выступать здесь хорошо, один на один, любым собеседникам, запросто и с легкостью. Вот те люди, которые даже запинаясь и заикаясь, сказали, я решил научиться выступать, они научились. Они приняли это решение и им уследовали. Решение означает, у меня есть статья на сайте askalix.ru, находится, кажется, первое место в Гугле и Яндексе по запросу, как стать решительным. И главное сообщение этой статьи, чтобы быть решительным, принимайте меньше решений. Как это? Это очень просто. Ты его принимаешь, и ты его не отзываешь. Потому что отзывы своего решения – это новое решение. Люди не могут быть решительными, вечно меняя свое мнение. Ты его принял, оно за три месяца заморожено. Ты решаешь бегать каждое утро в шесть часов утра, и ты просыпаешься на третье утро. Как там темно, там холодно, холодно прямо в этой комнате. И ты встаешь, и ты решение больше не принимаешь. Решение было принято до этого. Есть погонщик слона, и есть слон. Погонщик принимает решение, но просыпается утром слон. И слон с утра ленивый, и его нужно будет пинать. Словно, он должен быть приучен, что он не оспаривает решение погонщика хотя бы три месяца. Так принимается решение. Чтобы сейчас не осталось в вашей памяти после этого моего выступления, выясните ли себе пускай две аббревиатуры. Если вы выступать волнуетесь, то какать в штаны не надо, говорю прямым текстом. Нужно нести пользу аудитории, нужно формировать доверие. Для этого есть инструменты. Я знаю, что многие мне доверяют по моим видео, доверяют в отношениях. Я не создаю его искусственно. Я проанализировал, почему люди мне доверяют, и пришел к выводам, как это делается. Я обучаю этим принципам в спикер-клубе. На этом у нас времени сейчас нету. И это действительно очень ценно. И чтобы научиться выступать публично хорошо, нужно много жру, желания, решения и упорства. Сегодня мы говорили о том, что многие приходят люди с разной степенью волнения в спикер-клуб. И одним хватает пол таблеточки, стейдж-тайм, времени на сцене, повыступаешь немного, становится легче. Кому-то нужно сажать четыре пачки. Стейдж-тайм, времени на сцене. Но по-любому это все переписывается, это все работает. Я не хочу больше занимать время моих выпускников, потому что это их сцена. Кстати, зачем я собрал сегодня здесь такую большую аудиторию? Это все собрано не для меня, ребят. У меня стейдж-тайм, времени на сцене хватает вот как. Просто его очень-очень много, и даже бывает, хочу от него отдохнуть. Это нужно будет людям, которые сегодня пришли. Это наши настоящие выпускники и наши выпускники прошлые. Поэтому вся эта аудитория, которая у нас сейчас не обучалась, вы помогаете нам научиться выступать перед полной аудиторией. Я выступил, чтобы принести вам хотя бы какую-то пользу, чтобы у вас было желание научиться выступать, и чтобы понимали, почему вы боитесь, если у вас такой страх есть, а мы получили ответ в виде поднятых рук, что да, люди боятся выступать публично. Этого делать не нужно, просто больше практиковаться, найти место, где это делается, и делать это правильно. Если вы будете где-то обучаться, я знаю, в Москве очень много курсов радостного искусства, и у вас будет акцент, как правильно стоять, как двигать руками, задайте вопрос вашему преподавателю. Вы несете большую пользу аудитории, двигая руками чуточку шире или держа подбородок чуточку выше? Вопрос к залу. Да или нет? Ваш страх не пройдет, потому что вы ходите к залу, вы получаете обратную связь. Сейчас вы этого не видите. Было бы сейчас зеркало, вы бы сейчас видели то, что я сейчас вижу. Ой, столько людей, за что вообще всем от меня нужно? Это как вообще? Я это вижу, но я вижу другой взгляд. Я вижу взгляд поддержки и взгляд с благодарностью спасибо, потому что то, что я делаю ценно, я чувствую ваше внимание. Внимание – это большой комплимент. Я его заслужил этой пользой, которую создал и доверием, которую создал. А за количество, что пришло много людей, вам большое спасибо.